Я поставил себе хиты Дани Милохина в наушнике и читал сообщения и слушал выступления на фоне хитов Дани Милохина. У нас будет дефицит нефти. 45% нефти должно добываться на новых месторождениях, а их нет физически. Доля нефти в энергобалансе будет снижаться, но абсолютный спрос на нее будет только расти. Она будет замещаться альтернативной энергетикой, но не сильно. Альтернативная энергетика должна развиваться за счет ограбления нефтянки. Нефтянка становится донором. Уже в Америке инфляция вышла из-под контроля. Скоро новый цикл сжатия денегной массы. Аналогично сжигать через падение фондового рынка. После этого доллар может обесцениться. Конец, соответственно, от него нужно избавляться. Понимаете, Путин продлил ипотеку на год люготную. То есть, если покупать для улучшения жилищных условий... Покупайте. У вас жилищные условия улучшатся. Если с точки зрения инвестиций, пожалуйста, поймите, что в условиях кризиса недвижимость – это не актив, это пассив. Насчет того, что безработица снижается, ну да, снижается относительно критического момента. Но государство делает все, чтобы лишать людей работы, потому что радостно завозят гастарбайтеров. Человек говорит, что к нему даже не приходят. Не приходя в заведение, не проводя проверки, просто тупо оформляют акт проверки. Вы нам должны, извольте платить, а то мы вас завтра закроем. Этот рейкет в Москве – это норма. Переходим к официальным заявлениям. Хочется в режиме Блица это провести. Я буду зачитывать некую информацию, а вы будете ее комментировать вкратце. Давайте зафиксируем сразу, что на этом форуме в последний день было одно выступление, которое… Значит, я сделал очень просто. Я поставил себе хиты Дани Милохина в наушнике и читал сообщения и слушал выступления на фоне хитов Дани Милохина. Все было очень органично, но было одно выступление, когда мне пришлось все это, значит, Милохина, выключить. Это было выступление Сечина, это выломалось из всего форума, потому что это действительно качественное выступление. Я испытал очень большую зависть, потому что действительно это было хорошее выступление. Прогностическое, емкое, замечательное. Ну, вот оно было одно, на мой взгляд. Оно прошло мимо меня, расскажите поподробнее. Значит, Сечин сказал, очень много важных вещей, многие из них и я говорил, но это впервые было сказано официально. Первое. Ребята, рынки распадаются. Расслабьтесь. Они распадаются. Это объективный процесс. Значит, все, что я сейчас воспроизведу, он говорил очень мягко, очень политкорректно, как бы между делом. Второе. У нас будет дефицит нефти. Причем скоро. Дефицит нефти по... У нас имеется в виду в мировой экономике? Мире, мире, мире. По двум причинам. А первая причина. Сложились глобальные монополии, и никто не регулирует в мире крупных производителей. Они сильнее любого государства. Поэтому работает логика дикого капитализма. Что, значит, мне акционеры хотят прибыль сегодня, я даю прибыль сегодня, инвестировать в добычу я не буду. Соответственно, у нас не хватает добычи. До 40-го года, даже если просто оставить потребление на прежнем уровне нефти, 45% нефти должно добываться на новых месторождениях. А их нет физически. Никто ни во что не вкладывается. Поэтому, что сейчас мы увидели с ценой металлов, она подскочила в два раза не только из-за того, что доллары влили на спекулятивные рынки, но и потому, что нет железной руды из-за физического дефицита, то мы увидим на рынке нефти. При этом доля нефти в энергобалансе будет снижаться, но абсолютный спрос на нее будет только расти. Это чеканная формула. Называется, умри, Денис, лучше не напишешь. А чем будет нефти в балансе замещаться? Она будет замещаться альтернативной энергетикой, но не сильно. Думаю, что он имеет в виду и гидростанции, и атомные станции тоже. Но он смотрит с точки зрения нефти. А вот эта история насчет развития водородной энергетики, она на сколько дело ближайшей перспективы? Водород достаточно сложен и дорог, потому что там нужны катализаторы, как я понимаю. И водород сложно хранить. Он, прости господи, взрывается, как Гинденбург, как дирижабль Гинденбург. В принципе, Россия является мировым лидером по водородной энергетике. У нас Аурус катается уже на водороде. Ну вот Новотек заявил, что они в ближайшее время будут очень мощно развивать, газопроводы будут переводить под водород. Ну, вы знаете, для того, чтобы газопровод перевести на водород, нужно, чтобы потребитель перешел на водород. А у Европы для этого не будет как минимум инженеров. Желание там может быть, но юрист, пропагандист и дебил даже втроем не смогут перевести электростанцию с обычного газа на водород. К сожалению. Вот. Значит, дальше Сечин сказал, сейчас я уже многое забыл, что сейчас логика, что альтернативная энергетика должна развиваться за счет ограбления нефтянки. И уже доля нефтянки в капитализации ниже, чем доля в мировом ВВП. То есть нефтянка становится донором. Естественно, это ему не нравится. Но это может нравиться, может не нравиться. Но альтернативная энергетика имеет объективные преграды. При этом развитие нефти блокируется тем, что инвестиции в нефть запрещаются. В ряде случаев просто регуляторы, запрещаются административно. У нас дефицит нефти, а инвестиции в месторождение нефти на Западе еще и запрещаются. Это знаете, как мой знакомый мне показывал, не подарил сволочь, но показывал такую сувенирную папиросу, сигаретную пачку, на которой было написано. У тебя единая Россия, ты еще и куришь. Вот точно, у вас дефицит нефти, а вы еще и запрещаете инвестировать. В результате эта зеленая истерия, хотя он таких слов, конечно, не произносил, оборачивается угрозой уже технологиям. Потому что одно дело, нефть будет стоить в два раза дороже, чем сейчас. Бывали такие времена, когда 149 стоило долларов за баррель. И совсем другую, если физически будет не хватать. И, наконец, последний, ребят, если вы так очумели со своими выбросами, то давайте вы не будете запрещать всю нефтянку вообще, а запрещайте экологически грязную нефтянку. А это сланцевая нефтянка. А у нас тут восток, ойл. Он абсолютно углеродно чистый. Это правда, потому что обычно, когда осваивают новые месторождения, сжигают нефть, чтобы получать электричество. То же самое касается, кстати, сжиженного газа, который собираются экспортировать и в Азию, и в Европу, американцы. Для того, чтобы сжижить и разжижить газ, нужно половину его сжечь. А когда сжигается, тот самый углекислый газ выбрасывается. Четко, четко, да. Но дело... Нет, даже половину надо сжечь, половину. Но дело не в этом. Он еще потом выходит из этих газовозов неминуемо. Почему их по Арктике возят? Потому что, когда климат холодный, его испаряется меньше. Но дело даже не в этом. А в Восточной Сибири лютые ветра. Этот проект Восток Оил, он энергию получает от генераторов. От ветряков. Поэтому это самый экологически чистый, самый низкоуглеродный проект в мире. То есть, это коротко, это по делу, вообще без лишних слов. И на него съехались, я потом посмотрел по участникам, все гранды мировой нефтянки. Потому что вся стейная панель, это был междусобочек между самими, между своими. Российские участники. А здесь была международная тусовка. То есть, реально человек уважаемый, сильный в мире. Ну, логично. Потому что Роснефть чуть ли не единственная компания в мире, которая инвестирует. Но дело не в этом. Вот это исключение. Вот это слушать под Данью Милохина я не смог. Все остальное, по крайней мере, особенно хорошо лег на Данью Милохина и Силуанов. Просто муа. Так, мы сейчас к Силуанову перейдем. И все-таки давайте вот эту вот нефтяную тему доведем до логического конца. Я вот не очень понимаю мотивацию Сечина. То есть, смотрите, он уверенно прогнозирует, что именно те компании, которые вкладываются в разработку новых месторождений, они получают конкурентное преимущество в ближайшей перспективе или в среднесрочной перспективе. Потому что нефти будет, дефицит нефти будет не хватать. Если он это знает, но он должен втихаря этим и заниматься. Зачем он об этом рассказывает конкурентам, чтобы... Понимаете, здесь та ситуация, как с Тасуняном. Есть такой гринейный шоточ Тасунян, который в 89-м году стал создавать банковскую систему как конкурентов себе, чтобы не съели. Понимаете, вот это уже я домысливаю. Представьте себе, вы производите ультрадефицитный ресурс, который не хватает всем. Знаете, что происходит? К вам приходят объединенные потребители и говорят, братан, ты очень ценную вещь делаешь. Поэтому мы тут ввели нормирование потребления по пол-литра бензина в одни руки. Предложение, от которого невозможно отказаться. Мы теперь тебя будем регулировать. Нафиг никакой рынок, потому что рынок не может существовать в условиях дефицита. В условиях дефицита реального, не как сейчас с металлом, а реального дефицита, существует только распределительная система. И когда к производителю Сечен, как человек с советским опытом, он прекрасно понимает. То есть, если дефицит будет лютый в мире, а когда не хватает 40% или даже 20%, то это именно лютый дефицит. К нему придут и его будут административно распределять. Как это будет называться, это не важно. С одной стороны. Причем, вы имеете в виду, распределять будет не российское государство, а какие-то наднациональные структуры? Если дефицит будет в мире, то распределять будут мировые структуры, пусть даже используя в качестве аватарки российское государство. Вторая проблема. Ему нужны инвестиции, чтобы осваивать Восток Оил. А когда запрещено вкладывать в нефтянку, а многим инвестиционным фондам просто запрещено. Не потому, что там Россия и Крым, а потому, что просто нельзя. Ему очень сложно находить эти инвестиции. И он понимает, что, блин, будет беда. Так, а есть третья проблема. А если мир рухнет? Конечно, это хорошо, что я такой умный. Но быть умным на руинах, это чувство несимпатичное. Я это понимаю очень хорошо, потому что нынешний распад мира я спрогнозировал где-то в конце 90-х годов первый раз. Я сейчас чувствую себя очень умным. Но, вы знаете, это ничему не помогает. Итак, переходим к Силуанову. Антон Германович взбудоражил общественность сообщением о том, что наш фонд национального благосостояния отказывается от доллара. Расскажите подробнее вашу позицию. Насколько это правильно, неправильно? Многие финансисты высказались в том ключе, что сейчас вообще-то доллар на минимуме. Зачем его именно сейчас продавать? Но подождали бы несколько месяцев, продали бы по более выгодному курсу. Значит, вот это вторая умная вещь, которая прозвучала на форуме. Она правильная, но она половичная. Из доллара нужно выходить. Не только потому, что он токсичная валюта. Токсичен доллар по политическим причинам. Американцы в октябре, по-моему, 16-го года заморозили половину международных резервов Казахстана у себя под абсолютно вздорный поводом. А Назарбаев ездил уже к Трампу, вымаливая. Вы понимаете, половину международных резервов страны украли, по сути дела. В результате он на треть этих резервов накупил вещей, которые Казахстану не нужны. Нас подвинули с казахского рынка, в результате нас и китайцев. И он был вынужден пообещать Трампу две военные базы на берегу Каспийского моря. Дальше он вернулся к себе в Казахстан. Ему китайцы спросили, родной, а что ты там наобещал? Ну, понятно, что наша дипломатия не существует, в принципе. Они только пищать умеют из-под забора. Хорошо, из-под Митровского подъезда. Как это? Не засовывайте котенка в чайник. У Дениса Доргутского в Денисских рассказах жалобно пищит, как котенок, который запихивают в чайник. Это символ российского МИДа. Но китайцы, люди, вполне внятно, они спросили товарища Назарбаева, как нам это понимать. И товарищ Назарбаев, чтобы не выполнять своих личных обязательств перед Трампом, был вынужден уйти в отставку. Это же так происходило. Но для того, чтобы товарищу Путину тоже не пришлось уходить в отставку, нужно освободиться от долларовых активов. И мы основную часть вложений в американские госбумаги сбросили. Но в госбумагах у нас там типа 6 миллиардов, а здесь просто живые доллары. 39,8 миллиардов долларов на 1 мая. На 1 июня, по-моему, еще нет дар. Вот на днях должны опубликовать. Буквально сегодня. Ну, или завтра. Для того, чтобы эти деньги не украли, нужно от них избавиться. И на это наложилось уже, помимо сугубо криминального политического аспекта, наложился сугубо экономический аспект. Уже вливают бешеные деньги в американскую валюту. Уже в Америке инфляция вышла из-под контроля. Потому что стройматериалы подорожали за полгода в полтора раза. Это не наш рост. Это в долларах рост. Понимаете? В долларах. То, что наши жулики и монополисты ориентируются на них, это проблема, результат неадекватности российского государства, что оно это позволяет. А там это результат выхода инфляции из-под контроля. Американцы всегда в свою миссию доллара концентрированы на тех рынках, где она приносит пользу. Удорожает недвижимость, повышается фондовый рынок. Что такое рост фондового рынка? Это инфляция, бесценение доллара, черт возьми, просто в специфическом преломлении. Вот сейчас это выплескивается, начинает выплескиваться на реальные рынки. Это означает, что, в общем-то, скоро новый цикл сжатия денежной массы. Денежную массу сжигать через гиперинфляцию нехорошо. Аналогично сжигать через падение фондового рынка. Падение фондового рынка обычно сопровождается краткосрочным удорожанием доллара, но в данном случае, поскольку падение вызвано причинами фундаментальными, не просто пузырь надулся, а модель больше не работает. После этого доллар может обесцениться в конец, соответственно, от него нужно избавляться. В этом отношении ситуация правильная. Даже примерно понимаю, с какой стороны товарища Силуанова прилетела так, что ему пришлось это все произносить. Не он сам, он так мыслить не умеет. А дальше, когда Совет Безопасности дал первичный импульс, а дальше товарищ Силуанов начинает домыслить. Это уже диверсия. Потому что вкладываться сегодня в юаня – это диверсия. Это просто диверсия, в чистом виде. Потому что Китай – страна производящая. Производящая страна в условиях дестабилизации вынуждена девальвировать национальную валюту, чтобы поддержать производство. Не потому что она сильная или слабая, умная или глупая. Я – производитель, я должен девальвировать производство. Точно так же, если я спекулянт, я должен укреплять валюту, чтобы привлекать иностранных... То есть Антон Германович на 100% обменял Шилу на мыло. Так получается? Нет, не на 100%. Он, значит, избавился от 35% долларов. На 5% он еще сбросил фунтов стерлингов. Это вещь абсолютно политическая. Фунт стерлингов выглядит неплохо, но Англия реализует единственный проект, который нам смертельно опасен – это Великий Туран. Ну и как бы инвестировать в собственное убийство, это довольно странновато. То есть 40% он изменил, на 40% он изменил структуру, 20% вложенные в золото – это правильно. Это правильно. А вот 15% переложенные в юань и 5% переложенные в евро – это диверсия. В отношении евро, допустим, это просто либеральная глупость, потому что Европа тоже производящая экономику. Им тоже придется девальвировать евро. По крайней мере, пытаться девальвировать евро. А юань – это 100% диверсия для дискредитации российско-китайского сотрудничества. И то, что он не вложил ни копейки в швейцарский франк, ну вот это подтверждает того, что это диверсия. Просто диверсия. Уж не вложиться в швейцарский франк, ну вот дебилом надо быть уж, вы меня извините. Хотя, возможно, возможно, я к Силуанову несправедлив, и, возможно, он не просто притворяется дебилом, а действительно таковым и является. – Михаил Георгиевич, ну что ж вы так жестко-то? – А вот я всегда заподозрил государство. – Хорошо, заподозрили. – Но, возможно, все это делают искренне. – Вы знаете, я сам, на самом деле, частенько что-то в таком роде говорю, но мне рекомендуют быть более сдержанным в высказываниях, и я вот как-то стараюсь. – Я тоже стараюсь. – А что делать простым людям в плане отказа от доллара? Уже пора продавать, обменивать на швейцарские франки и евро? – Счастливый, что простых людей нет ничего. – Согласен. – 70% людей, у которых, правда, кроме долгов ничего нет. – Кражданам России терять, кроме своих цепей, нечего. Просто они пока еще это не поняли. – Те, у кого что-то есть, коллеги, значит, выходим из доллара. – Просто выходим. – Я всегда говорил, выходим из рубля, даже если рубль будет укрепляться, сэкономите на валерьянке. – Та же история с долларом. – Значит, если нужна ликвидность, то это евро. Неликвидные вещи для того, чтобы превратить в рубли, которые нужно потратить силы и время – это швейцарские франки и британские фунты стерлинг. Банки из первой десятки, кроме Газпромбанка, потому что с Газпромбанком была чудесная история, читал в банксте, в Телеграме, значит, там парень пока служил, ему без его ведома открыли счет. Парень отслужил, попытался в Газпромбанке закрыть счет, чуть не в Москве, кстати. Ему сказали, а открыт счет на ваш военный билет, принесите военный билет. Вы говорите, простите, у меня паспорт. Паспорт – это не документ для нас. Принесите военный билет. Вы говорите, знаете, а я уже стал офицером и солдат, у меня другой военный билет, а старый у меня забрали. Ничего не знаем, ничего не знаем. Ваш паспорт для Газпромбанка не документ. Ну, а с другой стороны, вот поэтому вкладываться в такой банк я бы не стал. А с другой стороны, Газпромбанк, да, он же финансирует, Эх, Москвы. Он финансирует НТВ. Где, так сказать, на ток-шоу сравнивают Россию с собакой. И когда я этим возмущаюсь, выгоняют меня. Просто из студии. Так что, в общем, понятно, что такое Газпромбанк. Грубо говоря, это банк товарища Венедиктова. Как я это понимаю, судя по всем этим историям. Так что, кроме Газпромбанка, я бы советовал все остальное. Мне лично не нравится Альфа, но это спасовщина. И если наличными, то только что попали люди, которые хранили деньги в швейцарских франках. Швейцарцы раз в 9-10 лет меняют крупные купюры. Пожалуйста, один в один. Но сдайте их на территории Швейцарии и объясните, откуда они у вас взялись, чтобы бороться с наличным криминальным обращением. Может быть, поэтому товарищ Силуанов швейцарский франк не любит. И за три дня до прекращения использования. Вы имеете в виду, уже попадал, да? Может быть, не знаю. 27-го условного апреля объявили, что принимают до 1-го мая. В России без комиссии до 31-го мая принимали некоторые отделения Рафайзена. Причем сам Рафайзен очень часто говорил, а мы не принимаем. Я звонил, проверял, у меня просто ко мне стали обращаться люди. Сейчас Рафайзен принимает некоторое отделение под маленький процент, но вы все равно теряете деньги на комиссии. Сбер принимает там комиссию чуть не 10%. Вот. Раз в 9-10 лет, ну, соответственно, сейчас можно вкладываться, потому что это прошло. Хорошо, Михаил Ильич. Поближе, если уж говорим о финансах, поближе к реалиям простых людей. Откуда у наших могут быть крупные суммы денег? Ну, например, люди копили на квартиру. Вот сейчас. Я понимаю, я понимаю. Или золотые инвестиционные монеты. Вот сейчас квартиру стоит покупать? Вот ваша оценка рынка недвижимости. Понимаете, Путин продлил ипотеку на год люготную. Правда, повысив процент на полпроцентных пункта, но как бы это поддерживает цены на недвижимость. То есть, если покупать для улучшения жилищных условий, что там будет через год, бог весть, покупайте. Вот. Да, подешевеет потом, наверное, но у вас жилищные условия улучшатся. Понимаете, вы не в консервной банке будете жить. Если с точки зрения инвестиций, пожалуйста, поймите, что в условиях кризиса недвижимость – это не актив, это пассив. Хотя есть исключения, в Москве будет дорожать недвижимость, в хороших местах будет дорожать недвижимость. Просто потому, что строятся человеники. Если у вас нормальная квартира, в которой правда можно жить, то она будет дорожать в цене, да. Хорошо. Итак, переходим к выступлению Владимира Владимировича. Я буду называть… Помню, что он говорил. Вот я правда не помню. Вот я буду называть цитату, а вы будете высказывать ваши экспертные комментарии. Первое. Ну, тут тезисы. Российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисным уровням, хотя безработица увеличилась и доходы реальные припали. Ну, я понимаю, я слышал что-то поддание Милохина, у меня никакого, так сказать, когнитивного диссонанса не возникло. Во-первых, мысль о том, что государство обязано организовывать развитие, даже не существует. Экономика сама, сама восстанавливается. Очень честно сказано, что без всякой помощи, реальной помощи государству. Насчет того, что безработица снижается. Ну, да, снижается относительно критического момента, но государство делает все, чтобы лишать людей работы, потому что радостно завозят гастарбайтов. Вот, так что это... Экономика сама, что-то с ней происходит, а все, что происходит с экономикой, это хорошего, это наша заслуга, но мы ничего не делаем, делать током не будем. Это очень такая понятная либеральная позиция. Второй тезис. Закончена прокладка первой нити Северного потока-2. Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Ну, закончили прокладку, хорошо, нормально. Газпром выиграл у Новотека, что-то можно сказать. И вся история вокруг Северного потока для России, она безразлична. Потому что Германия все равно будет покупать наш газ. Просто по трубе она будет покупать у Газпрома дешево, а в сжиженном виде она будет покупать у американцев и у Новотека дорого. Одной этой длинной фразой вы обрушили просто сотни тысячи часов около государственной пропаганды, которая во главу угла вообще всей нашей жизни ставила именно Северный поток-2. Северный поток-2 это такой способ унизить Россию. Унизить Россию не удалось, мы ее проложили. Но когда вы добиваетесь того, чтобы на вас показать, что плевать на вас бессмысленно, что вы все равно сделаете, нужно вспомнить товарища Менделеева. Товарищ Менделеев сказал, что жечь нефть это то же самое, что жечь ассигнации. Точно так же экспортировать углеводороды. Это то же самое, что продавать деньги по цене макулатуры. До конца июня необходимо проработать возможность платной вакцинации для иностранцев российскими вакцинами. Речь идет о том, что иностранцев сюда будут приглашать на специальные вакцинные туры длительностью 3 недели, стоимостью около 2000 евро. Я за. Поймите, то, что мы критически, скептически относимся к вакцинам, не означает, что у нас действительно лучше, у нас правда лучшая вакцина в мире. У нее минимальные побочные последствия. Даже спутник Ви лучшая в мире. Я уж не говорю про эпилак и про следующие. Никто не знает, что происходит с организмом, но негативных последствий минимум, эффекта максимум. Поэтому у меня знакомые, которые живут типа в фешенебельных странах, и они говорят, у нас нет никакой информации вообще. То есть нас когда-нибудь будут прививать, но чем, когда, как, об этом просто никто ничего не сообщает. Это просто отсутствие обратной связи с так называемым демократическим государством. И понять иностранцев, которые приезжают сюда, людей с двойным гражданством, которые едут сюда, чтобы здесь вакцинироваться, ребята, да исполать вам. Чем больше вас вольют вакцину, тем меньше нам достанется. Все просто. А если на этом заработать можно будет, так и вперед. Знаете, как работает государство? Реальный вакцинный туризм начался сразу. Он начался, ну уж в январе этого года он уже был. Люди через третьи, четвертые страны добирались с двойным гражданством, чтобы здесь привиться. И только в конце июня нужно разработать порядок. Ну они даже деньги зарабатывать не могут, понимаете? Они даже на это не способны. Блатной феодализм. Так, хорошо. Компании Общепита с выручкой до 2 миллиардов рублей со следующего года будут освобождены от уплаты НДС в рамках пилотного проекта, если они работают в белую. Что это? Зачем? Почему именно предприятие Общепита? Почему именно до 2 миллиардов рублей? Смотрите, особенно формировка, если они работают в белую, ребят. А если они работают в черную, то их руководство должно сидеть. Что за бред? Просто безумие. То есть они сами признают, что они вытеснили всю экономику в тень. Вот это одна и фраза, если они работают в белую. Значит, для людей далеких от реальности я сообщаю. Я понимаю, что товарищ Силуанов не интересуется, что происходит в России. Вот. Что у нас абсолютное большинство точек Общепита на упрощенке. Они НДС и так не платят. То есть вот это вот про НДС, это касается каких-то кусочков сетевых структур. То есть, грубо говоря, Макдональдс свои рестораны, которые сейчас в единой системе, будут оформлять как отдельные юрлицы, и они не будут платить НДС. Вот. Ясно. А вы хотите заботиться, потому что действительно пострадавшая сфера. Нужно как-то изобразить заботу. Ведь весь бизнес, для которого закончился период послаблений, на него немедленно налетели налоговики и администраторы, стали его рвать террористы. Почитайте, что в Фейсбуке пишет Михаил Гончаров, создатель сети Теремов. То есть, это человек, у которого большой бизнес, который может за себя постоять, он влиятельный. У него есть политическое влияние. Человек говорит, что к нему даже не приходят. Не приходя в заведение, не проводя проверки, просто тупо оформляют акт проверки. Вы нам должны, извольте платить, а то мы вас завтра закроем. Этот рейкер в Москве – это норма. Это норма. Очевидно, что не только в Москве. Согласование с Федеральной антимонопольной службой сделок по слиянию поглощению отменяется, если их сумма не превышает 800 миллионов рублей, а порог годовой выручки, при которой компании попадают под проверки, повышается с 400 миллионов рублей до 800 миллионов рублей. То есть, антимонопольная служба должна вроде как сосредоточиться только на работе самых крупных компаний. Ну, это формально правильно, но, во-первых, это признание уровня инфляции, что то, что когда-то было 400 миллионов рублей в год, сейчас 800. Мне просто известно, за какой период правительство таким образом признало двукратную инфляцию. За сколько лет. А второе, вы знаете, а монополия может быть и на местном уровне. И что на местном уровне монополия, которая не дает жить людям, скажем, в каком-нибудь селе, она что, не должна быть призвана к порядку? Ну, сразу вспоминается сфера ЖКХ, когда у людей просто нет выбора, что они только к одной управляющей компании могут подключиться. Это еще одно проявление того, что у нас государство пощает злоупотребление монополизма. На самом деле. Доля товаров, закупаемых у малых и средних предпринимателей госкомпаниями, должна быть увеличена до 25%. Простите. А если этих малых и средних предприятий государство уже уничтожило? Но государство занимается уничтожением малого и среднего бизнеса. Последовательно и эффективно. И я госкомпания. А где теперь возьму этих малых и средних предпринимателей? Я уж не говорю, что госкомпания имеют прекрасную привычку экономить на издержках, откладывая выплаты иногда на 6 месяцев. А то и больше. И какой же малый бизнесмен, малый предприниматель такое выдержит? Нет. Как это? Строго по Ленину. А формально все правильно, а по сути издевательство. У нас же уничтожили целый слой малого бизнеса лет 10 назад, который работал на ВПК. Введя систему проверки один счет, один контракт. То есть вы производили какие-нибудь трубочки дурацкие для двух десятков заводов, а теперь вы под каждый контракт с этим заводом должны иметь отдельный счет. Резко вырастает нагрузка на бухгалтера. Вам нужно брать новых бухгалтеров. У вас на это денег нет. Да пошли они все нахрен. Все. У вас не стало. Как раз о банках. Все крупнейшие банки должны подключиться к системе быстрых платежей до 1 июля. Банкам предложено возмещать малому и среднему предпринимательству комиссию между компанией-физлицами в полном объеме до конца этого года. Быстрые платежи — это не в Таджикистан. Быстрые платежи — это по номеру телефона. Ну, в принципе, это позитивно. Это поощрение технологического прогресса. Это стоит поддержать. Но это вещь некритичная, потому что те крупные банки так это уже давно ввели.